Доброго всем времени суток! Сегодня мы разберем такой вопрос как создание видео урока при помощи программы OBS Studio. OBS Studio является программой бесплатной и когда вы создаете видео в этой программе никаких не бегущих строк никаких знаков того что создано в той или иной программе как допустим многие другие платные версии не появляется что конечно же ваши записи не появляется что конечно же очень даже и удобно так итак после того как вы скачали и установили у себя программу OBS Studio настройки можно оставить без изменения если какие-то будут возникать вопросы то вы можете немножко позже в дальнейшем решить когда познакомитесь с этой программой поближе так итак итак давайте посмотрим что у нас здесь какие есть элементы окна так в правом нижнем углу у нас есть такие элементы как управление управление запустить трансляцию начать запись режим студии настройки и выход вот здесь вот у нас содержатся такие основные элементы у меня включен режим студии то есть есть окно предпросмотра и окно программа показывается сразу для того чтобы посмотреть как все это будет выглядеть на экране режим студии можно выключить и включить простой режим если вам так удобно если вам удобно чтобы у вас было только одно окно это уже на ваше усмотрение запустить трансляцию начать запись эти кнопочки мы будем использовать когда уже полностью весь материал к руку мы в программу загрузим давайте обратим внимание на левый нижний угол здесь у нас находятся сцены и источники сцены вы можете добавлять при помощи кнопочки добавить если это необходимо если вы собираетесь подключить дополнительную видеокамеру с какого-то другого устройства вещать и так далее но на первых порах знакомства с программой я бы не советовала трогать вот эти вот сцены вам достаточно будет вполне одной сцены где вы разместите все необходимые источники так источник находится рядышком справа от сцен и здесь мы сюда вот будем добавлять то что мы будем включать в наш видео урок все эти элементы все те картинки фотографии рисунки видео и так далее все 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 что нам понадобится на нашем уроке добавляются источники при помощи кнопочки добавить а также есть кнопочка свойства чтобы выбрать свойство какое-то для этих элементов берем кнопочку добавить нажимаем смотрим что мы можем добавлять мы можем добавлять ссылку на какой-то в браузер захват входа выходного аудиопотока если дополнительно микрофон подключаете так далее ну на первых этапах принципе эти нет необходимости захват игры нам тоже навряд ли понадобится а вот закрыт захват окна захват экрана изображение источник медиа а также устройство захвата видео и возможно фоновый цвет вот это то что нам понадобится для того чтобы создать полноценный видео урок начнем с фонового цвета для чего необходим фоновый цвет как вы видите в программе по умолчанию стоит фоном черный цвет если вы хотите чтобы ваше видео урок был более такой насыщенный более цветной вы можете выбрать какой-либо другой оттенок допустим вот возьмем зеленый подтверждаем наши действия окей вот таким образом у нас появился зеленый цвет вот эти вот серые полосочки обозначают то что элемент окна у нас не поместился на рабочую область мы его ну адаптируем вот эти вот красные красная рамочка позволяет нам адаптировать под размер окна все что мы выполняем в окне предпросмотра у нас отражается в окне программа и вот таким вот образом мы видим что у нас пол появился фоновый цвет зеленый давайте добавим изображение к нашему видео уроку то что возможно нам понадобится изображение вы можете переименовать допустим схема я собираюсь добавить схему выбирая нужную схему которая заранее подготовила нажимаю ok так как вы видите схема у нас по сравнению с нашей рабочей областью с окном достаточно так вот маленькая мы и делаем побольше располагаем центр чтобы было красивым эстетично все схему мы подготовили давайте добавим еще какое-либо изображением изображение картинка картинка окей и выбираем картинку которую тоже заранее подготовили как вы видите здесь объяснение допустим фразового глагола есть примеры и так далее так обратите внимание что посмотрели вот в окне программа предпросмотра что у нас получается то что часть нашей картинки убежала давайте мы ее тоже отредактируем таким образом чтобы она у нас поместилась на окне нашим чтобы она отражалась правильно смотрим как все это получается вот таким вот образом все картиночки расположены нормально так еще нам понадобится какой-то видео фрагмент я собираюсь у себя на уроке включить для ребятишек небольшое видео давайте достать добавим видео при помощи той же кнопочки обзор вот у нас подготовленное видео песенка открываем и давайте посмотрим настройки если вы собираетесь включать видео одно на весь урок на протяжении всего урока потом затем это видео паузировать останавливать некоторых местах выполнять какие-то задания что-то с детьми обсуждать и так далее то вот эту вот кнопочку перезапустить воспроизведение когда источник становится активным вам необходимо убрать иначе ваше видео будет постоянно включаться когда вы его заново будете на нажимать она у вас заново будет воспроизводиться самого начала если же у вас одно видео как элемент допустим разминка или еще что-то то эту кнопочку можете оставить и тогда она тоже будет включаться заново но как бы это вас уже так будет нормально смотреться нажимаем на ok все мы добавили источник медиа добавили видео вот таким вот образом наше видео как видите она тоже маленькая мы можем его расширить до определенным момента расположить так как нам это необходимо вот таким то образа песенка идет обратите внимание что когда вы будете запускать трансляцию записывать вот у меня сейчас видео идет и звук не слышно при записи звук допустим не слышно но потом когда у вас уже готовая будет запись ваше видео урока все со звука будет нормально и звук будет слышен то есть вы пока вот в такой в трансляционные в режиме трансляции вы звук сами слышать не будете вот таким вот образом ну либо дополнительно об этом настройки подключатель и так далее но по крайней мере вот вот таким вот образом ну и давайте еще мы очень часто любим объяснять что-то детям приводить примеры используя различные презентации и соответственно давайте посмотрим как будет использоваться презентация мы должны сначала эту презентацию подготовить соответственно образом вот у нас есть презентация я ее открываю и для того чтобы можно было нормально комфортно пользоваться этой презентации мы должны небольшие такие настройки предпринять открываем нажимаем слайд-шоу настройка слайд-шоу выбираем управляемые пользователи то есть окно так чтобы не полностью весь экран занимала наша презентация и мы не могли добраться до окна управления область оба студию не смогли там посмотреть что там у нас дальше и так далее мы выбираем управляемым пользователем то есть окно и смена слайдов ставим вручную для того чтобы мы могли ее контролировать вручную все нас же нажимаем на окей нажимаем на окей презентацию можно запустить чтобы для чего это делается но для того чтобы не было вот этих вот настроек не было показаны остальные слайды это вот не очень красиво выглядит видео уроки вообще в демонстрации это не очень красиво выглядит поэтому лучше конечно же вот таким вот образом предпринимать настройки выполнять и затем можем ее спокойно свернуть как вы видите у нас слайд-шоу вот в таком состоянии находится кнопочками мы можем переключать между слайдами и это все будет отражаться у нас об с студию вот так вот будет выглядеть пока мы давайте добавим эту презентацию все-таки нажимаем на захват окна выбираем напишем презентации для того чтобы нам самим было понятно что у нас под этим источником спрятано так все вот такая вот презентация загружается нажимаем окей вот презентация есть тоже она маленькая расширяем делаем побольше чтобы она у нас таким вот образом границу можно чтобы детям не было видно можно и вынести за границы вот таким вот образом мы настроили нашу презентацию вот так все это будет выглядеть на экране в дальнейшем ну и если вы хотите транслировать свое изображение вы можете нажать на кнопочку добавить и добавить устройство захвата видео вот у нас появилось изображение с видеокамеры я могу его сделать большим я могу его уменьшить до определенных размеров так чтобы оно не мешало воспринимать остальную информацию если вы собираетесь что-то еще там показывать каким-то образом активизировать свое свой видео урок вот таким вот образом мы все это помещаем на наш экран так и теперь смотрим что же у нас получается все источники у нас собраны у нас есть картинка у нас есть схема есть фоновый цвет источник медиа презентация устройство захвата видео все это у нас имеется давайте мы поочередно все выключим выключим так обратите внимание что фоновый цвет мы тоже можем выключить соответственно все это все мы выключили все у нас ничего не осталось ничего не осталось обратите внимание что если допустим мы что-то вверх отправляем здесь у нас стрелочки есть вверх выше фоновый цвет должен стоять либо цвет фонового изображения что вы будете выбирать для своего урока но должно быть на самом низу чтобы все остальные источники могли его перекрывать то есть находиться поверх всего остального как вы видите устройство захвата видео у меня находится самое верхнее то есть если я его включу то изображение будет прикрывать все остальные изображения ну и далее мы уже можем запустить трансляцию и до уверенно и поочередно нажимая на какие-то кнопочки вот эти вот включать то что нам необходимо таким вот образом легко и просто создается видео урок в программе оба с удачных вам уроков galera и